Что если сломать эту систему и вопреки всему действовать? Хотя бы с такой глупой вещи, как... Вот смотрите. Ладно, я сейчас прямо линейно скажу, и вы посчитаете меня идиотом совсем. Но мне и так негде клейма ставить. Хочу организовать взрослые группы, которые будут играть в прятки, в догоняшки, в... Лучше всего в прятки. Короче, в такие детские игры, где нету командной игры. Это отсылка к Жака Фреску. Жака Фреска. А теперь объяснение. Смотрите. В детстве мы... Играли во дворе с друзьями. Мы занимались паркуром. Ну вы поняли, да? Когда еще не было этого снижения. Там были, были большинство, это просто сидели... Они просто сидели на лавке. И курили. И... И... Натерились, и плевались, и все. Короче... Что если такую систему сломать? Когда ты вырастаешь, ты должен идти работать, просто работ... Ты должен учиться сидеть 10 лет, потом учиться сидеть 5 лет, потом работать, сидеть не заняться и в офисе, или... Ну, разные там работы есть. Это же просто кошмар. Современные... Современные технологии позволяют перейти на полностью... То есть... Мы можем построить государство, где... Будут роботы работать, а люди будут заниматься чем захотят, спокойно. Только люди будут не мешать друг другу, будут современные технологии. Ну, это что-то я сейчас разошелся, я только проснулся. Вот я бы, например, в своем государстве, который бы создал новое... Я бы прошел сейчас просто с... У меня был бы специальный, допустим, на лбу или где... Не знаю, где-то поставлен такой чип, который определяет... Ну, не чип, а... Короче, какая-то камера, которая... Трессирует, что я ничего плохого не совершил. То есть... И у них тоже. Мы играем просто с ребятами. В прятки. Догоняшки-то там... Нет, догоняшки-то, наверное, уже не очень. Но все равно. Я хочу любые детские игры, которые мы играли. Лазим по этим турничкам. Специальные были бы организованы такие турнички, чтобы где-то баллы играть, как в детстве. В прятки играем, догоняшки, там все такое. Детские, нормальные игры. Беззрослыми, мужиками. И... Да. И это... Там уже не надо крючник ходить. Хотя там может кто-то кого-то толкнуть, поэтому лучше на всякий случай иметь наблюдение, чтобы иметь... Чтобы выделить, кто является там Иудой. Ха... И, короче, в конце... Просто... Ну, то есть... Если есть какой-то... Преступник, да... Только зафиксирует камеры его действия. Все. Все будут фиксировать. И у ребят тоже. Они не потеряются никуда, никуда не попадут, ничего не будет. Все... Все... Все слова, все эти записаны будут. Потому что все равно и так уже... Это уже происходит. Только этим манипулируют и легко могут подставить. А там будет все честно. Так бы я играл просто весь день. Роботы бы разрисовывали дома даже за меня. Помогали бы мне просто. Куча производств существовали бы полностью роботетизированные. Родное государство бы владело ими. Государство, которое не является бюрократическим и квадратным. Точнее оно бы исчезло каким-то образом. Что бы хрен знает каким образом оно бы исчезло. Чуть знает. Сложный вопрос. Я был бы счастлив. Просто был бы счастлив. Все равно был. Я бы играл в прятки. Детский игр, как в детстве. Кульбитом занимался. Почему? Медицина была бы классная. Мне бы восстановили позвоночник. Зарение... Ну, зрение, ладно. Можно с плохим зрением. Хотя бы позвоночник восстановили бы. И... В основном то он и ринит и гепатонию вылечили. Потому что такие средства вкладываются в космос. В военную. В армию. В полицию. Во все. Но ничего не вкладывается в развитие... Ну, вкладывается там, знаешь... Как такой вот... Толк буржуи. Он просто... Копейку бросает. Там... Даже не копейку, а четверть копейки. Которая... Точнее просто... Он бьет с лопатой. Не... Даже не бьет с лопатой. Он просто... Грязь с под ногтей. Так... Вот на медицину. На развитие науки. Медицины. Развитие науки. Все идет в целях... Вот этих вот... Кто наверху. Для наших целей. Понятно. А мы не наверху. Мы... Нижний треугольник. Ну, мы... Основной треугольник. Нам не нужно... Никаких... Стрелялов. Ничего вот этого. Нам нужно просто... Быть счастливыми людьми. Питаться нормально. Играть. Как в детстве. В детстве мы играли. Постоянно. И были счастливы. Гуляли. Мы не... Мы не курили. Не пили. Как и эти копники. Которые там сидели. Я бы еще рисовал мелками на стенах. И роботы бы, по-моему, поддерживали меня там. Помогали. Технически просто. Мелки его подносили. Хотя это делали бы ребята. Но лучше роботы. Ну, конечно, ладно. Никаких профессий, где ты сидишь на заднице, получаешь налоги, не было бы больше. Ничего не делаешь. Наоборот. Считаешь себя богиней. Ставишь диагноз. На всю жизнь человеку. Вот и все. Чёрный квадрат Малевича. Это я, Александр Алёнин. Я единственный правильный сказал значение этого чёрного квадрата Малевича. Это был век перехода от бога к компьютерным гаджетам. Первые компьютеры были квадратные. Чёрные квадраты Малевича. Даже просто первый компьютер, если вы посмотрите, 90-2000. Они похожи визуально. Идеально похожи на чёрный квадрат Малевич. Все куда ты смотришь, куда ты вот так вот склонившись, молишься. Буквально. Это и есть гаджеты. Вот эти вот чёрные. Экраны. С глазом, наблюдающим за тобой. Набиуллина, как ты прописал закон. Макет Яровой, который всё послушивает. Всё, что ты говоришь, послушивает. Ты просто, когда ты общаешься, но только ты общаешься с теми, кто тебя слушает. Не с Богом ты общаешься. Понимаешь? Не понимаешь? Нет. Ну ладно.